Впервые в истории России юбилей русского философа отмечается на государственном уровне. Разворот России и российского руководства в геополитическом небе привело к освобождению имени Александра Зиновьева, пророка спасения русской цивилизации. Его имя окончательно выведено из запрета и замалчивания, который более 20 лет находился под бдительной либеральной цензурой. Главный вопрос сегодняшней повестки дня для России — освобождение нашей страны, нашего народа, нашей цивилизации от оков общества потребления, отравляющего жизнь миллионов людей сладким гноем растления и вседозволенности. Наступает настоящая русская весна. Эпоха де-западнизации, де-американизации и де-колонизации мира. Читайте, Зиновьев. На самом деле мы перед лицом великой истории, понимаете. Нужно, чтобы хоть кто-то отнесся ко всему происходящему с полной серьезностью. Я посмотрел множество книг и фильмов о будущем. Во всех них почти полностью игнорируют социальный аспект будущего человечества. То есть то, какой вид примут человеческие объединения, их члены, как социальные существа и отношения между ними. Предлагаемая книга посвящена именно этой теме. По литературной форме она является социологической-футурологической повестью «Глобальный человек». Произошла утрата времени. Люди перестали относиться ко времени как к чему-то будущему. Как к чему-то такому, о чем можно подумать, помечтать, проектировать что-то, понимаете. Это исчезает почти полностью. Наш 20-й век был, может быть, самым драматичным в истории с точки зрения судеб людей, народов, идей, социальных систем и цивилизаций. Он был веком человеческих страстей и переживаний. Веком надежд и отчаяния. Иллюзий и прозрения. Обольщений и разочарований. Это был, может быть, последний человеческий век. На смену ему надвигается громада веков сверхчеловеческой или постчеловеческой истории. История без надежд и без отчаяний. Без иллюзий и без прозрений. Без обольщений и без разочарований. Без любви, без горя, без ненависти. Зиновьев. Глобальный человейник. Такое понимание, оно не приносит особой радости. Понимаете, скорее, с таким пониманием жить нелегко, когда знаешь заранее, что происходит и что будет происходить. Понимаешь, Зиновьев постоянно находится в полемике с окружающей действительностью. Он сознательно играет с ней, досмехается и требует ответа. Это очень дорогого стоит, требовать ответа от действительности. Она ведь может услышать и ответить, как сфинкс. Что бы ни говорилось, мы ведь не разговариваем с реальностью. Мы ее принимаем. Хорошо прожил жизнь тот, кто хорошо спрятался. Разве не так? Самое неожиданное в этой истории – то, что действительность слышала, то есть считалась Зиновьевым. Он из великого нашего поколения победителей в войне и мире. Он, как Шаламов и еще несколько безумцев, пошел выше обыденного, рассматривая жизнь с надчеловеческой простотой и требовательностью. Им ведь очень хотелось знать печальные причины многих неприятных вещей нашей общей жизни. В 79-м на Западе была опубликована ее, на многие языки перевели эту статью под названием «Почему мы рабы?». Вот там как раз я и высказал эту идею, что проблема не в том, почему мы рабы главные, а в том, почему мы предпочитаем быть рабами. Футурологические прогнозы, как правило, крайне пессимистичны. Как всегда было, всегда человеку был строгий ноль по поведению за весь планетарный абсурд и безобразие. Человечество, как вид, совершенно безумно, а человек в сравнении с животными и растениями неприличен. Как-то так. Правда, в 19-м веке надеялись на прогресс, технику, электричество, как универсальное средство умягчения нравов. А в 20-м веке на то же самое, плюс образование, плюс советский космизм, что в результате даст появление долгожданного, счастливого, гармоничного человека. Не срослось по причинам человеческого материала. Так что будущее бездна, она же зияющая высота, бросает свою тень назад. И мы живем в этой тени, выбирая сценарий краха, находя в этом определенное сиюминутное удовольствие от собственного остроумия и кинематографичности новой антиутопии. Я думаю, что наступает такой момент, когда дальнейшая эволюция вот в том направлении, в каком принуждает жить человечество Запад, становится главной опасностью существованию человечества. Любить людей – неблагодарная работа. Но что во всем вышесказанном объективно и реально, а что от манипуляции, той манипуляции, что еще больше закрепощает человека, лишает его силы и надежд – ни любви, ни тоски, ни жалости. Но, как говорил один грустный философ, обществу, не способному дать жизнь утопии, грозит тлен и разорение. Хотите – верьте, хотите – нет. Я впервые в жизни спал на отдельной кровати, когда меня арестовали. А до этого всегда. Вот в деревне мы мальчишки, дети жили, в палате один с другим. Никаких простыней у нас не было. Потом, когда в Москве жили, мы жили в Москве, комната 10 квадратных метров, 8 человек. Так ведь и учились, и спали, это же надо ухитриться. И интересно, что тогда мы смеялись больше, во много раз весело, чем сейчас мы вообще почти не смеемся. Когда я стал жить на Западе, мне не удалось вырваться из обстановки ложных слухов и клеветы. Меня зачисляли в русофобы и русские шовинисты, коммунисты и антикоммунисты. Я никому не служу, не следую ни за кем. Моя позиция такова. Я – самостоятельное государство из одного человека. Я сформулировал свою позицию абсолютно точно. Зиновьев. Я успел проскочить. Как там писали в газетах, Зиновьев проскочил по недосмотру, по ошибке. То есть меня приняли за диссидента. Но я пока в этих диссидентах ходил, я успел там напечатать несколько книжек, они стали мировыми бестселлерами, и меня уже придушить было невозможно. Понимаешь, Зиновьев ведь никогда не любил власть. То есть не родную для него советскую, а саму природу властвование, подавление человека человеком. Когда у нас произошло соединение первого и второго, это было особенно противно и невыносимо. Он написал роман о пагубной человеческой страсти, властвовать над себе подобными. Может быть, у Зиновьева был просто плохой характер? А что это значит, плохой характер? Особенно на фоне разных форм государственного лицемерия. Это проклятый дар? Видеть недостойное, никчемное? Или что-то еще? Во мне субстанция власти, ну вот стольчика. Я был рожден для другого. Рожден для думания. Я машина для мышления. И действительно стал машиной для мышления. Но субстанции власти никакой. Если нет в крови геновластности, это патология или болезнь? Или дар? Или проклятие? Как так отсутствует ген властности не у мягкотелого человека в ознобе от ответственности, а у человека с железной волей, смелого и с идеями? Ведь именно на этом гене, на агональном духе, построена вся мировая культура цивилизации. А значит, именно отсюда эти лдзиновьевские отрицания основ и устоев мира. И это гораздо важнее, чем выполнение писательского долга. За всю жизнь я не совершил ни одного поступка в силу страха. Единицы людей во всем мире смелость имеют такое о себе сказать. Единицы из каждого поколения. Остальные больше про то, что среда заела. Жизнь безупречная. Русская судьба достойна и достаточно концентрирующая все главные события советской и постсоветской истории. Советскую реальность, я ее пережил, я ее нес в себе, я ее видел, щупал до мелочей. Но, конечно, советовать кому-то прожить такую жизнь я не могу. Это дело случая, что все-таки выжил. Поражают всегда несущественные, но говорящие детали. Они же удивительные или пророческие совпадения. Множество мелочей в развитии общего сюжета предостаточно для того, чтобы говорить о знаках, метафорах и метафизики судьбы. Родился в 1922-м, в год образования СССР. Наверное, самой неожиданной страны 20-го века, это уж точно. Задуманной, как последний общий рывок к счастью и справедливости. В конце 20-х годов люди ощутили, это наша власть, вот так, вот появилась наша власть, был колоссальный прирост населения. Все, что делалось вокруг, и эти самые гидростанции, аэродромы, самолеты новые создавали, воспринимал как моих. Понимаете? И люди, вот это тоже отличительная черта советского периода, которая вот в 30-е годы стала стремительно складываться. Это ощущение того, что что бы ни было, но это мое тоже. Но 22-й – это и год философского парохода. Выслалки из Советской России вместе с семьями знаменитых оппозиционных философов. Зиновьев стал одним из самых известных уже советских философов. И тоже был выслан вместе с семьей из СССР. Мальчишки меня уже посадили, могли расстрелять. Я всю жизнь шел. Ну, я уж не буду фиксировать все эти пути. Затем. Меня выбрасывают из страны, лишают всех наград, званий и так далее. Уж кажется, я должен был бы… Но я не могу это сделать. Не могу сделать. Я могу в какой-то мере… Я и тогда говорил, что, в общем-то, со мной вошлись справедливо. Справедливо. То есть, расправились вполне, поскольку я действительно вел себя так, что это не соответствовало нормам жизни советского общества. Я по натуре сатирик. Это мало кому нравится. Ведь я не даю пощады ни друзьям, ни врагам. Я не рожден для власти, а рожден для ее критики. Не критика вредит обществу, а нетерпимость к ней. Я воспринял идеи коммунизма как свои собственные, я от них не отрекаюсь. Но то, как они реализовывались, это выглядело как отступление от этих идеалов. Говорили о равенстве, так, и материальном, и социальном. А между тем появилось и нарастало материальное и социальное неравенство. И оно порождалось самой коммунистической системой. В том же 1922-м Сталин был избран генеральным секретарем ЦК партии и был им более 30 лет. А Зиновьев был арестован как террорист в возрасте 17 лет. В нашей семье был репрессирован я один. И я один был репрессирован правильно, поскольку я стал антисталинистом еще в школе в Москве, стал членом террористической группки, которая собиралась убивать Сталина. Ну, если бы меня и расстреляли, ведь нужно террористов. Правильно сделали бы. И я тогда, когда сидел на Лубянке, я тогда для себя сформулировал свою программу жизни. Идеальных общественников не бывает. Идеалы, когда они воплощаются, всегда воплощаются не так, как хотелось бы, и порождают следствия, которые не могли предвидеть. Война, фронт, был летчиком-истребителем. Больше всего поколению 21-23-х годов тогда смертно досталось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я привык обо всем, что происходило, думать и говорить правду. Мне вот говорили, ты не любишь русский народ. Русский народ могут любить или не любить кто-то другие, другие народы, затеянные качества. Я принадлежу к этому народу. Я есть его частичка, понимаете? Это более серьезное и глубокое отношение. Я знаю, что такое представляет мой народ. Любой, не закрывая дверь. Я живу уже который год. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА К вопросу о прогрессе, механической целеустремленности прогресса. Оказалось, что все многообразие мира можно свести к простой последовательности чередования нулей и единиц, двоичному коду. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1. И все. Так до бесконечности. А как же катарсис и первобытное потрясение жизнью? В чем прогресс? Бесконечный, каждодневный фарс. Это и есть наша трагедия будущего. Будущее на самом деле ужасно не тем, что в нем появится что-то ужасное, устрашающее, а тем, что ничего ужасного, устрашающего в нем вообще нет и не будет. Живешь, как на журнальной глянцевой картинке. Все хорошо. За единственным исключением, может быть, испытательного срока. Что такое испытательный срок? Формально это период работы, в течение которого ты должен убедить всех в том, что ты именно тот человек, который требуется на данную должность. Поэтому необходимо истовая, добровольная демонстрация самоубийственной преданности. Нужно смиренно жить в сложном переплетении убеждений, эмоций, желаний, зачастую совершенно пустых и противоречивых. Сомнением в сторону. В будущее возьмут не всех. То есть взяли не всех. Россию искусственно убили. Искусственно ее долго убивали. Ее убивали за то, что она в свое время совершила великий эволюционный переворот. То, что она сделала, Россия, в советские годы, что как бы мы к этому не относились, она совершила нечто такое, чего в мире и в истории еще никто не делал. Ведь вот что делают с нами, с русскими? Нас выбрасывают из истории, вычеркивают. Вычеркивают великие русские открытия. Безжалостно вычеркивают. Они безжалостно расправляются с тем, что мы делали. Можно очень по-разному на хроники текущих событий смотреть. Зиновьев не любил и всячески высмеивал роман «Антиутопию» 1984-й Оруэлла. Как бредни именно про послевоенный Запад, а не про СССР, считал книгу легкой антинаучной страшилкой. Но все же какова в главном была та, давно ушедшая от нас жизнь? Уж память выбилась из сил, заплыла око, и ту, которую любил, Убила око, и ту, которую любила око. Мне показался символичным тот факт, что наша современная цивилизация зародилась не во время великих мировых войн, а в оледенении холодной войны. Основными видами оружия, которой было коварство, подлость, клевета, подкуп, разврат, предательство и прочие мерзости. В этой победе не было ни крупицы благородства, героизма, жертвенности. Это наложило печать на всю нашу последующую историю. В результате систему власти и управления захватили политические мародеры, систему хозяйствования, экономику, захватили экономические мародеры, идеологическую сферу захватили идеологические мародеры. Захватили мародеры. Они стали создавать систему не по социальным законам, а по законам, по каким организуются бандитские шайки, крупные организованные преступности. Тогда вот по этим законам. Понимаешь, Зиновьев вроде бы занят едва ли не бытовым вопросом, изучением причин, заставляющих человека изменить своим нравственным ориентиром. Причины неожиданных изменений, какие угодно можно вспомнить, нужные подчеркнуть. Выживание, ненависть, любовь, страсть, зависть, страх, деньги. Зиновьев социолог считал склонность к предательству социально-культурной характеристикой всего общества. Сталинисты вдруг все стали антисталинистами и началось безудержное разоблачение сталинизма. Вы знаете, как у нас это делается? Все вдруг стали выглядеть жертвами сталинизма и все поносили. Мне это осточертело и я вылез на этом ученом в совете и сказал, что мертвого льва может ли быть даже осел? Вот. И после этого меня зачислили в недобитые сталинисты. Можете себе представить? При столкновении финансовых интересов с декларированными в обществе законами морали выяснились весьма любопытные грани и характеристики советского человека и всего социалистического общества. Прекрасно же помним подробности по собственному опыту 90-х. Разве нет? Те же самые мои работы, за которые меня выгнали из страны, защислили в антикоммунистов, в антисоветчики, те же самые люди стали называть прокоммунистическими и мне создали репутацию красно-коричневого даже. Когда-то раньше быть значило рисовать, теперь быть это иметь. На наших глазах капитал украл искусство у народных масс? Да нет. Никому не нужен нищий зритель из толпы, а нужен базар международных воротил, законодателей интермоды, где единственный зритель это заказчик, покупатель, содержатель, куратор. Выдвижения художников с заоблачными рекордами цен осуществляются в салонах нефтяных королей, фармацевтов, банкиров. Вот и загадка-разгадка всей современной художественной пестроты творчества, а равной художественного конформизма. Это что угодно, политика, вложение денег, балаган фриков, парад уродств, но только не творчество и не искусство. Современное искусство, оно же актуальное, это наша ситуация, когда искусство умерло, а художники-бедолаги еще нет. Ну что же, капитал безвкусен, бессердечен, но платежеспособен и летив в наборе художников в шуты гороховые. Абсурд, глупость, самолюбование. Но в этих нелепых и убогих образах маячит подсознание времени, да и образы отлинной религии наших дней. Разрушили великую культуру. В советские годы была создана величайшая культура. Вы в истории человечества не найдете другого такого периода, чтобы столько было создано. И культура на порядок выше всего того, что и было на Западе. Все это рухнуло, разрушили, просто убили, вы понимаете. И вместо этого стали нам навязывать, что... Помилуйте, какой духовный кризис? Откуда? Самая разочаровывающая истина в истории человечества в том, что духовный внутренний мир человека никогда не существовал в реальности. Он был выдуман небольшим числом гениев. А идеологи истолковали это изобретение как реально существующее. Наш мозг развивается вовсе не для создания богатств внутреннего мира, а лишь для борьбы за богатство мира внешнего. Сейчас вот все носятся собственность, собственность, собственность. А ведь тогда произошло освобождение людей от этого чудовищного явления. Ведь столетиями люди боролись против этого явления. Вы помните, Прудон говорил, собственность это кража. И действительно, вот погодите, Россия за счет этой частной собственности, в России уже сейчас происходит деградация. А вообще, если русские не исчезнут совсем, то они превратятся бог знает во что. Подожди, тут важное замечание. Представляется, что все же Зиновьев едва ли полностью отрицал существование внутреннего мира у человека, богатого и прекрасного, но допускал его атрофию, деформацию или ампутацию. Пусть гении и романтики ренессанса придумали внутренний мир великий и божественный. Но мы же быстро поняли цену этой прекрасной идеи. Мы смогли извлечь максимум из этой байки. Присвоить себе белые одежды внутреннего мира. Культ силы плюс превосходство внутреннего мира это идеальная мотивация. Мы сильные и духом богатые оторвем никчемным моральным уродам их поганые головы. внутренний мир это медаль пурпурное сердце и великий грааль. Но вместе с тем это ничто это пыль что может уместиться на кончике самого грязного пера самого мерзкого писаки. Его можно спрятать за каждой его буквой. Мы самые духовные существа во вселенной и это приятно. Очень приятно. Но если наш внутренний мир это блеф и надувательство то вся наша система вещей весь мир наших идей это точно такой же блеф. Ликование суть неотъемлемый элемент современного образа жизни. Это такие моменты когда мы осознаем что мы лучше из миров и преисполняемся чувствами огромной силы которые не назовешь иначе как ликование. Для большой массы людей все эти праздничные оргии суть важнейший элемент их жизни. Для меня же все эти дни являются особенно мучительными. Я ощущаю себя совершенно одиноким в этом чужом мне мире пустых вымоченных искусственных лицемерных и условных чувств. Чтобы преодолеть одиночество люди изобретают бесчисленные самые разнообразные объединения уличные толпы массовые зрелища фестивали шествия демонстрации митинги преступные банды религиозные секты союзы и партии сколько всего такого возникает какое-то время занимает людей распадается и так без конца и все безрезультатно неверно то что мы не можем преодолеть одиночество раз и навсегда это так таких средств нет и не будет никогда одиночество есть вечный спутник нашей цивилизации более того если оно исчезнет наша цивилизация тоже исчезнет Александр Зиновьев люди не властны над своими социальными законами потому что в основе их лежат такие правила поведения которые обеспечивают им наилучшие приспособления к условиям существования но от человека зависит предавать друг друга ради личной выгоды или нет холуйствовать перед начальством или нет диапазон этой свободы вполне предостаточен а жизнь идет своим чередом я живу как хорошо налаженный автомат просыпаюсь в положенное время совершаю положенные процедуры бегаю как бегают сотни миллионов из десятилетия в десятилетие мы бегающие цивилизации какой-то прохвост изобрел этот способ бытия сам сдох во время этого идиотского бегания зато подал человечеству пример бегать до скончания веков нужно нужно бежать со всех ног чтобы оставаться на одном месте а чтобы куда-то попасть надо бежать как минимум вдвое быстрее это и есть эффект застывшего времени мы все когда-то в истории вышли на беговую дорожку все стали рядышком и вот побежали побежали американцы немцы французы и русские и русские вот под ноги подвернулся Лениным под ножку потом Сталин и все они убежали вперед а мы так же дело не обстоит философ Гоббс определил человеческие отношения формулой человек человеку волк эта формула до сих пор считается отражением сущности человеческой натуры но мы сделали шаг вперед более адекватной является формула сверхчеловек сверхчеловеку робот самые высшие достижения человечества были объявлены черным провалом хотя зачем же тогда было с этим черным провалом 50 с лишним лет так упорно бороться триллионы долларов тратить на это дело зачем если мы были такие жалкие но именно это переживаемая вами сейчас минута вашей жизни есть миг вечности именно этот вами совершаемый сейчас поступок есть ваш вклад в бессмертие я до конца останусь среди вас безвестным жалким проповедником который учит счастье других будучи сам несчастен иди на Голгофу Зиновьев когда я в четвертом классе пошел в школу мать у меня верующая была надела на меня крестик вот пришел в школу а там началась проверка на вшивость тогда знаете мне стыдно было что на меня крестик обнаружить я его потихоньку снял и выбросил ну вот пришел когда пришел домой матери сказал что я выбросил крестик и все мать у меня была мудрейший человек она сказала что я тебя не осуждаю сейчас наступает такое время и время наверное правильное и так далее но учти одну вещь это принцип матери был бог существует или нет это не наше дело наше дело твое дело вести себя так поступать как будто бы какое-то существо наблюдает каждый твой шаг читает каждую твою мысль и дает этому оценку моральный человек действует по принципу морали не считаясь тем какие это имеют последствия для него самого то есть в ущерб себе моральные люди как правило оказываются в худшем положении чем неморальные теперь скажи мне разве это морально навязывать людям моральные принципы которые ослабляют их положение в борьбе за существование Зиновьев стремление к удовольствию есть характерная болезнь нашего времени сумей устоять перед эпидемией удовлетворение есть результат победы над обстоятельствами счастье есть результат победы над собой власти не заслуживают доверия даже тогда когда стремятся говорить правду и делать добро они лгут делают зло в силу своей социальной природы Зиновьев не только очень убедительно констатировал отсутствие и ненужность души у этого мира но главное показал что ее долгие занимательные поиски в лабиринтах смыслов и событий это вполне занятное и прибыльное времяпрепровождение едва ли не единственное для тех кто понимает серьезное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой а жизнь это серьезно? о да жизнь это серьезно но не очень отсюда же ведь не сбежишь даже на луну знаешь Зиновьев как человек с успешным боевым опытом как в большой войне так и на коллегиальных бойнях отказывается принимать законы новейшего времени прежде всего каждодневное насилие и жестокость и глупость может он пацифист? нет скорее уж экзорцист в ситуации как когда-то говорили каждый за себя а бог против всех я выработал эти правила для себя никому я их не навязываю мой принцип такой я иду хотите идите со мной хотите будьте такими не хотите это ваше дело я один я никого не зову за собой и со мной более того как кончается у меня книга если бы меня сейчас спросили я подвожу итог моей жизни следовать следовать тому примеру который я создал или нет я бы сказал нет странный ты человек тебе сочетается детская наивность со старческой мудростью холодный социальный цинизм с романтикой как это получается должно быть потому что я рецидив прошлого находясь на западе мне приходилось десятки раз летать по всему белу свету вот ты летишь в нью-йорк говорил я себе прекрасное обслуживание вино еда какая тебе не снилась в молодые годы поразись прогрессу зачем мне нью-йорк несет меня в нью-йорк нужда почитать лекции заработать на жизнь но почему я не могу заработать себе на жизнь там где я живу а весь наш мир стал маленьким и тесным но возьми те же компьютеры мир не стал от них умнее в мире исчезла тайна и святость мы превращаемся в умную машину состоящую из глупцов служащих ловкачам ну а сменил бы ты боинг на деревенскую лошадку ты просто к старости становишься консерватором словом консерватор меня не обидишь я не хочу возвращаться в прошлое но меня не удовлетворяет и настоящее я не принимаю то направление в которое покатился мир на душе тревога кто-то я или остальной мир совершил ошибку и пошел в ложном направлении если я то это пустяк а если не я родился после революции воспитан в советской школе воспитан как идеальный коммунист в каком-то отношении я и до сих пор остаюсь идеальным коммунистом что такое идеальный коммунист? это человек который жертвует всем для общества у которого минимальные потребности который работает ради коллектива и так далее как твои впечатлили годичные данности? ой ну как тебе сказать у меня ощущение что Россия превращается в 34-ку в 1-ую страну все наблюдая события в сегодняшней России я все больше убеждаюсь в правильности избранной мною еще в 39-м году жизненной установки время великих социально-политических идеалов прошло пришло время их разрушения извращения оплебывания опошления мне это не подходит человечество вновь отброшено к самым основам бытия мы находимся в самом начале нового цикла истории почему все так быстро опускается до уровня пошлости мир оказался совершенно пустым дутым и маленьким а наша система жизни культивирует лишь наш нарциссизм Кинг-Конг умер за наши грехи сопротивление отсутствует сопротивление отсутствует даже не в силу личного страха а вследствие общего бессилия общего личного в силу тотальной грусти грусть печаль основополагающее явление основа нашей культуры наше каждодневное ощущение бытия бытия с крайне заниженными ожиданиями грусть грустных людей какое тут может быть сопротивление кому чье и зачем представим себе два технических устройства выполняющих сходные функции первое снабжено десятками взаимосвязанных колесиков рычажков и поршеньков второе же имеет крайне упрощенную внутреннюю структуру зато имеет сложную внешнюю форму напоминающую скульптуру первое устройство можно уподобить менталитету прошлого второе же можно уподобить менталитету будущего упрощение есть преимущество с точки зрения его усовершенствования все то что когда-то было внутренним миром человека стало внешней организацией сверхлюдей эффективность воплощенная в цивилизационно новых существах изделия являющихся воплощением прогресса финалом истории окончанием всей отвратительной кутеремы человеческих заблуждений невежеств и надежд эффективность ставшая единственной моралью а единственным аморальным принципом считается неэффективность но что же теперь принято принимать за эффективность способность к выживанию приобретение комфорта самодостаточность самодовольство и самоизоляция что оказалось социально-исторической эффективностью для общества и каждого существа что объем продаж с моральной точки зрения это я берусь вам элементарно показать предложив строгие математические расчеты и измерения этих явлений с моральной точки зрения советское общество было выше на порядок всего того что можно было наблюдать в западных странах а тем более теперь добрые руки за мною следят негативный опыт он тоже опыт у вас еще топят котят у нас еще топят а ощущаю родство наших кош ты к воде меня тащишь за теплую шкирку перед тем как ты пальцы свои разожмешь разреши мне надеть пескосырку утопи меня утопи меня как ненужное бесполезное чтобы не вывернул чтобы не вывернул прибежи к ногам все тяжелое все железное утопи меня ведь мне я решал чтобы по волнам черной пиркою моя легкая не ангелы строили это люди которые столетиями сформировались определенным образом так и ведь сейчас особенности модно преувеличивать русский народ народ богоносец миссии это все чепуха конечно что такое русский народ я сам русский человек я жил в этом я знаю на деле на деле с таким человеческим то что с таким человеческим материалом добились таких колоссальных успехов в этом заслуга конечно целиком и полностью социальной системы которая складывалась и дум сталинского руководства было бы ошибочно отождествлять меня с героями моих книг но некоторые из них в той или иной мере выражают и мои жизненные принципы таким в частности является главный герой книги «Иди на Голгофу» Иван Лаптев говоря его словами он хотел бы научить людей как стать святыми без отрыва от греховного процесса жизни я как автор вовсе не призываю читателя следовать примеру и советам Лаптева ворвавшийся солнечный луч осветил помойку в которой уже деловито рылись голуби и кошки и замер на безмятежном лике Ивана Лаптева известного в городе Энске тунеядца пьяницы поэта и проповедника почувствовав приветливое тепло первого солнечного луча Лаптев раскрыл свои ясные очи Боже как хорошо жить на свете прошептал он и побрел к крану попить воды из книги Иди на Голгофу Без русского народа реального коммунизма не было бы но вместе с тем никакой дорогой народ не допустил бы такое безропотное разрушение коммунистической системы без всякого сопротивления без единого выстрела сдали без боя страну Можно любить жизнь и бояться смерти или просто до одури любить жизнь ни о чем не думая Мы очень часто не боимся ни жизни ни смерти Смерти нет для нас Что значит это наше равнодушное смирение или это форма страха перед обыденной жизнью В России еще при жизни человек часто строит себе гроб чтобы не обременять им никого не спешить в последний момент Гроб так и стоит на виду как новый дом Я в 22-м году родился на чердаке у нас стоял гроб уже заготовленный для меня поскольку я на грани умирания был нечем кормить было понимаете и потом когда мы подросли моя старшая сестра она в вечной памяти на днях умерла вот она меня пугала и говорила что вот умрешь да гроб у тебя коленки будут в крышку упираться и меня это особенно действительно гробик был маленький я уже вырос а гробик все стоял Зиновьев историю пишут лишь для того чтобы исказить прошлое в интересах какой-то предвзятой идеи все искажают важно ли что в каком направлении и с какой целью это делается я был антисталинист я перестал быть антисталинистом только после смерти Сталина но это не значит что я считал Сталина злодеем и так далее причины совсем были другие и у других молодых людей которые становились тогда антисталинистами мы видели мы понимали тот процесс который происходит и видели недостатки и в этих мы мальчишки были не понимали природы этих явлений естественно мы винили в этом кого Сталина винили он выступал для нас олицетворением зла моя мать она к Сталину относилась с величайшим уважением и она его портрет хранила в Евангелии до самой смерти и она не раз мне говорила что конечно там много зла совершалось и все прочее но дело все в том что он по-другому поступать не мог и что он взял на себя все прегрешения других людей мне трудно было расставаться с критикой сталинизма очень трудно но я ставил себя в такое положение ну хорошо Зиновьев вот ты такой гуманный и так далее понимаете я ставил себя в такое положение ну хорошо а вот ты был бы на месте Сталина в этой ситуации как бы ты поступил вы знаете я детальнейшим образом анализировал все эти ситуации которые складывались в сталинские годы да которые подвергались критике вы знаете я не нашел ни одного случая когда я бы сказал я бы поступил что я бы стал действовать лучше чем действовал Сталина русский народ обречен на вымирание и очень активно он очень активно умирает и дело тут не только вымирание дело в моральном состоянии в психологическом состоянии русский народ не образует единый целый народ ведь народ это целостное образование живущие по своим законам нечто целостное понимаете эта целостность не существует он атомизирован он раздроблен бежитесь и режьте вены и до талова бухайте в Неврио до Жанейра вас досрали в Белограде у большинства из нас ведь никаких конкретных планов мы ничем не интересуемся ни культурой ни страной ни жизнью а просто надеемся заработать немного денег продолжить вечеринку так сказать каждого мучает собственная посредственность и страх навсегда остаться никем мы обречены подниматься на высоту того что раньше считалось моральным разложением и деградацией не идеализировать человечность как качество больших объединений людей поезжай в Россию там этой человечности в избытке только в реальности это ничуть не лучше чем вся наша сверхчеловечность сложилась новая социальная структура какой раньше не было это сверхобщество вот это сверхобщество оно имеет сложную структуру оно контролирует более 70% мировых ресурсов вот полностью контролирует она контролирует все основные эволюционные линии они являются хозяевами мира понимаете от них зависит все они определяют ход эволюции ты слишком критичен мы ведь прилагаем гигантские усилия для решения многих проблем голода нищеты неравенства терроризма болезней да гигантские средства и убийственные усилия для того чтобы эти проблемы оставались нерешенными мы сами их порождаем а их решение не сделает наш мир лучше напротив их решение будет означать крах нашей цивилизации и породит проблемы более серьезные и абсолютно нерешаемые на нашем уровне в 1992 году группа экономистов и социологов по заданию организации объединенных наций трудившиеся более двух лет и использовавшие при этом сложнейшие модели человечества сделала сенсационное открытие страны с более высоким уровнем жизни имеют более высокий индекс политической свободы отсюда они сделали сенсационный вывод причиной бедности является политическая система бедных стран отсюда напрашивается практический совет если мы хотим помочь бедным странам стать богатыми мы должны им помочь установить такую политическую систему как у нас и помогли кое-где бедность действительно исчезла правда вместе с вымершими от голода и кровавых междоусобиц жителями этих регионов но этот пустяк конечно не породил сенсации что вы думаете запад хочет чтобы советские люди жили роскошно были сыты и так далее ничего подобного западу нужно чтобы советский союз развалился горбачеву похлопывают по плечу и ельцина похлопают по плечу поскольку думают что они разваливают коммунистические общества они говорят действуй миша мы тебе поаплодируем а они рады стараться понимаете много партий понимаете парламент создадим бессмыслится все это это все так сказать игра на запад в коммунистическом обществе это все абсолютная чепуха абсолютно бесперспективная как только запад увидит что из горбачев и ему подобные не разваливают советское общество а выходят из кризиса кончится здесь слава горбачева и на него обрушат будут лить потоки грязи категорически не согласен как много в нашем новом мире удивительно грустных мест пустых и отринутых и это при всей скученности нашей жизни мест полностью обезлюженных покинутых иногда на часы иногда на месяцы годы навсегда как много брошенных мест переполненных вещами ставших ненужными бестолковыми и я не удивлюсь если просто выжившими из ума сумасшедшими вещами распространяется этот принцип покинутости на целые области жизни на местности и даже страны кажется он негласно распространен и на весь наш мир один из принципов американизации состоит в том что страну колонизируют силами самой этой страны США ну глобальное сверхобщество западное оно захватило кусок не по силам этот кусок слишком большой они до сих пор с него заглотать как следует не могут природа ненависти Зиновьева к политэлитам нового времени да и в целом ко всей природе властвования и самой власти как форма унижения людей сродни чувства экзорциста к изгоняемым им бесам какие могут быть компромиссы и повороты сюжета какие идеологи война на уничтожение вот откуда у Зиновьева эта ярость восприятия происходящего в мире я в общем хоре никогда не пел и не поел я независимый человек я можно сказать суверенное государство состоящее из одного человека и я знаю кроме того что истину говорят только одиночки а я служу истине а не политике при бесконечной нежности и любви к Ольге Полине и Ксении при всем безусловном единении редчайшем и счастливом вдруг такие слова я государство из одного человека неожиданно но это и есть наша генная настороженность любой ценой ценой жизни семью и детей сохранить я сам по себе сменяя спрос они-то тут ни при чем это очень сильно это тоже мужество и любовь так своих оберегать нас на запад выдворили вернее нам предложили тюрьма семья высылка в Сибирь вот и даже поставлен был вопрос о лишении нас родительских прав вот или пять минут пять дней сроку убирайтесь на запад вот выбор был такой мы ночь целую с женой сидели и думали как быть вот и ну в конце концов конечно избрали запад но все для всех это было знаете счастье для меня это было наказание мне было 56 лет я человек глубинно русский я на запад никогда не стремился меня советское общество устраивало хотя я был критически настроен ну во всяком нормальном обществе есть критически настроенные люди так и другое мне общество не нужно было оказавшись на западе мы не имели никаких подачек ни от кого все русскоязычные издательства отказались меня печатать так и по существу мы стали изгоями и в эмиграции и в диссидентской среде мы были чужими мы все нам все приходилось зарабатывать так сказать своим горбом я мотался по белу свету начиная от соединенных штатов и кончая японии везде где была возможность где-то прочитать лекции что-то подзаработать я за всю работу приходилось в год писать по 2-3 книги потому что хотя мои книги становились бестселлерами это не значит что платили сумасшедшие деньги бытовое закрепощение жителей города настоянные на общем стиле времени на снобизме и зависти тотальный дискомфорт и отстраненность от окружающего мира повсеместно с силой стиснутые зубы почему отчего это тотальное недовольство и почему так много выгоревших от работы и от жизни почему они эти самые жители так устали и ради чего от борьбы за существование одинокая атомизированная жизнь новая головная боль что суровому миру что жесткому граду посади много крыс в маленькую клетку и они начнут защищать себя каждый миллиметр своей убогой жизни но мы же не крысы а кто мы что глядишь на меня молодой психиатр почему неговерчик почему так угрюм говорю на меня сейчас направлен логатор и гестапо из ада выжигает в нем говорю на меня сейчас направлен логатор а кто мы тогда в нашем зыбком неустойчивом мире в мире бесконечно трубящем о собственном величии давно нет никакого человека есть постоянный основополагающий рефлекс страха целый чемодан страхов у каждого целый чемодан диагнозы наше главное достижение в жизненном комфорте это психофармакология мы превратились в этакие биореакторы по переработке специальных микроэлементов в каждодневные наши действия за собственные действия мы по сути давно не несем никакой ответственности наши таблетки и биодобавки давно сформулировали если не нашу душу то нашу личность нас конечно стоило бы пожалеть ведь наш покоробленный внутренний мир это мир который нам давно не принадлежит в котором усматриваются только фарма взаимосвязи и вся эта всеобщность давно не принимает в расчет нашу изначальную природу посмотри говорю я себе сколько вокруг молодых веселых здоровых красивых людей они оживленно разговаривают о чем-то интересном шутят смеются обнимаются целуются у каждого свои чувства мысли желания неужели все они полуроботы но даже если это так то что из этого следует пусть так но они то для себя все равно не роботы а люди не надо рассматривать человека с близкого расстояния не надо вырывать человека из массы людей смотри на людей как на протекающий мимо тебя неразличимый поток и жизнь будет выглядеть прекрасной такой как она выглядит в рекламах или романах все же лучше умереть среди людей чем быть живым и здоровым на безлюдье но есть состояние еще страшнее быть среди множества людей для которых тебя нет это состояние можно сравнить лишь с состоянием всесильного бога в обществе атеистов Зиновьев чем занять опустошенный ум нельзя сказать что мы совсем уже утратили эмпатию способность сопереживать и любить многие очень многие едва ли не все ведут личные странички это такие полянки эмоций грядки чувств где их удачно выращивают точно лук или цветочки в горшочках когда-то мы были в несколько раз больше наших кукольных домиков а сейчас вот как-то совсем в размер совсем как раз кукольные домики нам только и впору вина 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 во всем себя если у тебя выросли жестокосердные дети ты воспитал их такими если тебя предал друг ты виноват что доверился ему если тебя угнетает власть ты виноват что внес свою долю в ее мощь не действуй от имени и во имя других думая о последствии своих действий для других ты за них в ответе тело съедают незримые бактерии душу съедают мелкие заботы и переживания не допускай чтобы мелочи жизни обладали твоей душой Зинувьев трагедия большой истории состоит не в том что какие-то плохие и корыстные и глупые люди толкают человечество в нежелательном направлении а в том что человечество вынуждено двигаться в этом направлении вопреки воле и желанию хороших бескорыстных и умных людей город слишком разочаровывающий дико устрашающий больной и суетливый люди здесь слишком задерганы взвинчены атмосфера слишком напряженная недоброжелательная она лишает а не дает силы мы слишком к этому привыкли но не так ли много этих самых слишком в каждом и именно поэтому мы ведем себя и стараемся считать себя героями боевика или просто фильма неизвестно про чью жизнь во всех средствах массовой информации всегда на первом месте стоит тема преступления по телевидению круглые сутки показывают преступления изображают преступления рассказывают о преступлениях из всего напрашивается устрашающий вывод преступность есть норма жизни современного человека дело не просто в том что преступность достигла колоссальных масштабов а в том что все человечество стало преступным по существу обстановка на планете сложилась скверная ряд регионов вышел из-под нашего контроля сверхдопустимой меры бесконечные кровопролитные конфликты чтобы остановить этот опасный для нас процесс нужно преподнести непокорным народам странам урок нашей силы и для этого нужен враг враг не безобидный а грозный систематическое вычеркивание русских из мировой культуры и фальсификация советской истории в особенности такая началась ну невыносимо терпеть это было невозможно ну и толчком послужила окончательно война в Сербии когда стало ясно когда американцы НАТО стали бомбить Сербию ни в чем не повинную стало ясно что такая участь может постигнуть Россию вот я тогда сказал что я больше я ни минуты не хочу оставаться на Западе мой народ оказался в большой беде я как русский человек принадлежащий к моему народу возвращаюсь к моему народу чтобы разделить его судьбу я хочу чтоб ты плацал а нам не нужно бояться что нам нужно расстаться мне нужно остаться все зависит от того как понимать перестройку что такое перестройка что такое перестройка я во всех моих книгах обосновываю следующий тезис перестройка не есть прогресс не есть обновление общества это болезнь общества это кризис ничто не может быть перестроено вы можете допустить в Советском Союзе тысячу партий и все они выродятся в политические мафии а не в партии народ уже однажды брал власть в Советском Союзе в свои руки и что из этого вышло Сталин вышел если народ возьмет власть в свои руки кто бы не вылез наверх даже если господин Ельцин вылезет наверх он все равно будет новый Сталин август девяносто первого года последнее лето СССР предосенний карнавал болезнь как известно не лечится убийством и во всяком случае не служит убийству оправданием через десять лет ну чуть более о событиях августа девяносто первого будет сказано крупнейшая геополитическая катастрофа века а толку от этих слов ну да оценка в девяносто первом Зиновьев написал свой гимн рухнуло братство свободных народов они отреклись о дружеских уз по воле правителей пьяного сброда распался великий советский союз нету отечества больше свободного нет братства народов навеки веков есть сборище нищие людо голодного хопук паразитов воров дураков Система в целом появилась как преступление она появилась в результате военного внешнего разгрома плюс внутреннее предательство вот в моем первом интервью когда мне спросили что нужно делать чтобы так сказать остановить вот этот гибельный процесс России я тогда сказал таких людей как Горбачев Ельцин Яковлев и так далее их надо повесить 24 часа как преступников и тогда мы имели бы минимум 50 лет более-менее спокойной жизни потому что все что сейчас пытаются делать в советских условиях это можно было сделать без потерь правда меня собирались в прокуратуру тогда вызывать но я был тогда немецким гражданином вот я тогда сказал как оценить то что произошло я тогда сказал что произошло следующее в стране захватили власть интеллектуальные кретины и моральные подонки ну можно было еще добавить преступники вот это произошло огромное историческое преступление новую свободу почему-то приходилось оплачивать не подвигами великими битвами и доблестью самопожертвования а предательством низостью всякой грязью и гнусностью человеческой души несколько странная конечно такая плата за вход в царство свободы лишенные доброты и сострадания но старшим виднее сколько было в КПСС народу 18 миллионов кажется да 18 миллионов каждый из них давал слово когда писал заявление до последней капли крови сражаться за идеи лала марксизма ленинизма да и те же самые Горбачев Ельцин и прочее вот Ельцин еще в советские годы на плену МЦК при Брежневе говорил клянусь любимому Ленинскому Центральному Комитету и лично верному Ленинцу Леониду Ильичу что я буду последовать прошло немного лет и тот же самый человек мчится в Конгрессе Соединенных Штатов говорит даю вам слово что мы не допустим возрождение монстра коммунизма тот же самый человек а эти 18 миллионов человек испарились как будто их не было как будто их и не было разошлись и все что это такое холопство это действительно холопы рабы Чернышевский говорил в свое время рабы сверху донежу все рабы удобно людям быть рабами до сих пор Уже во второй половине 20 века стало очевидно, что прогресс принял губительное направление. Никто не возражал. Почему не остановили его? Люди были бессильны это сделать? Или не хотели почему-то? Почему? Бессильны, потому что не хотели, не хотят. Остался один путь спасения человека и вообще жизни на нашей планете. Разрушение всей нашей цивилизации. Возможно ли это? Скорее всего, это сделается само собой. Мы уже начали пассивный саботаж усилий по сохранению нашего социального монстра. Сколько миллионов из нас не заводят семью? Не оставляют потомства. Уклоняются от открытий. Избегают конкуренции. Капитулируют перед препятствием. Когда внутреннее ослабление достигнет критической точки, внешние силы разрушат нашу цивилизацию, подобно тому, как это случилось с Римской империей. Что будет после этого? Уцелевшие народы решат сами собой. Без нас. Гармония, о которой говорят всякого рода мечтатели, пропагандисты, фантазеры, она никогда не наступит. Никогда. Такие бы перемены ни происходили, мир все равно будет раскалываться и раскалывается на враждующие группы, враждующие лагеря, партии и так далее. Это неизбежно. Это и есть основа человеческой жизни. Если прекращается борьба, прекращают, исчезают противоречия, то наступает смерть. Лошадка устала. Да, знаешь, что важно? Зиновьев всю жизнь пытался отвести общую беду. Как-то пытался приручить, усмирить взбешенных коней. Вот это его последние рисунки. Раньше у Зиновьева были слепые, яростные лошади. Родные. Это ведь наша суть. Наш гнев и отчаяние. Человейник написан 25 лет назад. Голгофа еще раньше. Что изменилось? К лучшему, к худшему. Человейник, утративший цель, распадающийся механизм, стал еще невыносимее. И что урезонит мир. Да, так на что Зиновьев всегда надеялся? Ради чего все это было? Чего хотел? Приручить взбешенных коней? Это требует мужества. То есть изменить человеческую природу? Всего-то. И так все хорошо могло бы сложиться. Насилие над другими не есть признак воли. Лишь насилие над собой есть воля. Но не позволяй другим насиловать себя. Сопротивляйся превосходящей силе любыми доступными средствами. Сохраняй личное достоинство. Сохраняй независимость поведения. Относись ко всем с уважением. Не унижайся. Не холуйствуй. Воздай каждому должное. Гения назови гением. Героя назови героем. Не возвеличивай ничтожество. Если можешь обойтись без чужой помощи, обойдись. Не лезь другим в душу. Но не пускай никого в свою. Не обманывай. Не хитри. Не интригуй. Не получай. Не злорадствуй. Зиновьев. Иди как можно дальше. Не можешь идти. Ползи. Никакой конечной цели у тебя нет. Ты никогда не скажешь себе, что достиг того, что хотел, и можешь успокоиться. Твой путь не имеет принципиального конца. Он может оборваться по независящим причинам. Это будет конец твоей жизни. Но не конец твоего пути. Александр Зиновьев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok